Что если человек попадет в эпоху динозавров? Решается забросить своего героя на сотни миллионов лет назад, в эпоху динозавров. Описать природу и условия жизни людей, которые каким-то непостижимым образом попали в мир, населенные гигантскими рептилиями, достаточно сложно. Ведь кроме динозавров и других животных, людям предстоит столкнуться с огромным количеством всевозможных неудобств, начиная с другого состава атмосферы, а также климатических условий и заканчивая отсутствием съедобных плодов и привычных растений. Подробнее узнать о реальной флоре и фауне эпохи динозавров можно из других роликов на нашем канале. Подписавшись на наш канал, вы сможете первыми узнавать о выходе новых видео. При помощи лайков и комментариев любой зритель сможет поделиться своим мнением по темам, затронутым в наших роликах. Чаще всего писатели-фантасты помещали динозавров в привычные нам условия. Обычно это был отдаленный уголок неизученного континента, как у Конан Дойля в Затерянном мире, или небольшой остров в океане, как у Спилберга в парке Юрского периода. Но в этом случае людям угрожала только одна серьезная опасность – сами динозавры. А при случайном или намеренном перемещении в эпоху динозавров, все окружение будет для человека не просто чуждым, но и враждебным. Скорее всего, случайный попаданец в одиночку не протянул бы среди динозавров и несколько дней. А вот подготовленная группа обученных специалистов смогла бы не просто выжить в всех условиях, но и благополучно существовать в новом мире. Первая проблема, которую необходимо решить при подготовке такой экспедиции – другой газовый состав атмосферы планеты. В частности, во времена динозавров в воздухе присутствовало гораздо меньше кислорода. Известно, что при недостатке кислорода последствия могут быть самыми разнообразными. Поэтому лучшим выходом для научной экспедиции будет использование собственных кислородных баллонов со смесью газов, привычной для нашей дыхательной системы. Жилые и рабочие помещения в этом случае нужно сделать герметичными и использовать в них соответствующее оборудование. Может быть, реакция человеческого организма на воздух эпохи динозавров и не будет такой угрожающей, но лучше все-таки подстраховаться. Не меньшей проблемой станет отсутствие привычной пищи. В эпоху динозавров не существовало не только привычных нам фруктов, но и деревьев, на которых эти плоды могли расти. Конечно, можно попробовать добывать пищу охотой или рыбалкой, но предки привычных нам видов рыб, жившие в то время, были намного крупнее, чем их теперешние потомки. Они сами были не против съесть небольшое животное, зашедшее в воду. В случае с заранее подготовленной экспедицией, проблема питания не будет стоять так остро. Во-первых, любая подобная группа будет снабжена достаточным запасом продуктов. Будет составлено сбалансированное меню. Оно позволит исследователям заниматься своей непосредственной работой, а не постоянным поиском еды. Также будут организованы команды охотников и рыболовов, умеющие добывать местных животных без риска для собственной жизни. Несомненно, при подготовке длительной экспедиции во времена динозавров, людям следует взять с собой не только запас провизии, но и семена современных сельскохозяйственных растений. И тогда, через несколько лет, небольшая колония сможет прокормить себя самостоятельно. Также многое будет зависеть от места, куда попадет предполагаемый путешественник во времени. Некоторые ученые считают, что самым опасным местом на Земле эпохи динозавров была территория современной пустыни Сахара. Но неподготовленному человеку очень сложно выжить в условиях любой дикой местности в одиночку. Для этого нет необходимости перемещаться куда-то во времени. Современная тайга, африканская саванна или приполярные районы таят не меньше опасностей, а перспектива быть съеденным львом или медведем ничем не отличается от гибели в зубах тираннозавра. В разных точках современной Земли тоже могут возникнуть проблемы с климатом, поиском воды и пищи. Выжить в той же Сахаре сейчас без опыта и снаряжения тоже практически невозможно, хотя сейчас там нет тропических лесов, населенных гигантскими ящерами. Перейдем, наконец, непосредственно к хозяевам планеты того времени – динозаврам. Говоря о попадании в эпоху динозавров, многие представляют себе приключения в духе фильмов о парке юрского периода, где за каждым деревом поджидает ужасный тирекс или спинозавр. Но законы природы неизменны, и они одинаково действуют что тогда, что сейчас. Чем крупнее хищник, тем большую территорию составляют его охотничьи угодья. В случае с крупными тераподами эта территория должна была занимать не один квадратный километр. Поэтому вероятность встречи с тогдашним царем зверей у человека, который не представляет для него интерес в качестве добычи, была бы не очень высокой. Как было уже сказано, в качестве еды крупных хищников эпохи динозавров человек бы просто не заинтересовал. Объектом их охотничьего интереса были крупные травоядные. Людям пришлось бы противостоять кому-то из своей весовой категории. Не стоит думать, что все рептилии того времени были размером с грузовик. Считается, что гигантские динозавры составляли всего 5% от их общего количества. Леса эпохи динозавров были населены огромным количеством мелких ящеров. Многие из них не представляли бы для людей никакой опасности. Главной их задачей было не стать чьим-нибудь ужином. Как угрозу они, скорее всего, воспринимали бы и человека. Охотничьи угодья современного амурского тигра могут превышать по площади 100 квадратных километров. Их размер зависит от количества добычи на территории. Скорее всего, чтобы прокормиться, тираннозавры и прочие крупные хищники эпохи динозавров занимали сопоставимую территорию. Есть большая вероятность, что один провалившийся в прошлое человек не повстречал бы на своем пути ни одного тирекса. Итак, если решить вопросы со сниженным содержанием кислорода и отсутствием привычной пищи, то человеку было бы вполне по силам жить среди динозавров. А хорошо вооруженная и подготовленная группа могла бы делать это с относительным комфортом. При наличии оружия, оборудования, транспорта и строительных материалов, люди и в эпоху динозавров могли бы стать хозяевами планеты. А вот один человек, даже самый подготовленный, вряд ли сможет долго изображать из себя Робинзона. Но это касается не только подобных фантастических путешествий во времени, но и попадания в экстремальные условия на вполне обжитой и почти безопасной земле нашего времени. Выживание в одиночку в пустыне, тайге, джунглях или на крайнем севере – это сложная и опасная затея и без всяких динозавров. Мы благодарны вам за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Если вам интересны подробности жизни на Земле в эпоху динозавров, то рекомендуем обратить внимание на другие материалы на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова